добрый вечер это ток-шоу с глазу на глаз мы прямом эфире за коммунальные платежи коммунальные могут быть меньше чем обычно для этого нужно оформить субсидию субсидия это положено не всем кому можно получить эту льготу сегодня узнаем у гостя нашей студии начальника отдела труда и социальной защиты населения макеевского городского совета анжела турчиной анжела васильевна добрый вечер добрый вечер спасибо что вы здесь спасибо что готовы отвечать на мои вопросы и первый из них месяц до старта отопительного сезона что называется горячее время до перед холодной порой многим наверное интересно узнать если какие-то особенности нынешней компании по оформлению субсидий начало отопительного периода всегда связано с назначением жилищных субсидий в этом году назначение жилищных субсидий порядок назначения жилищных субсидий практически не будет отличаться от прошлого периода то есть также субсидия будет назначаться на отопительный период на 6 месяцев с октября 2012 года по апрель 2013 года также остались и проценты назначения жилищных субсидий то есть семьи которые состоят из нетрудоспособных граждан имеют право на назначение субсидий в размере 10 процентов совокупного дохода а те семьи где есть трудоспособные члены семьи имеют право на назначение субсидий в размере 15 процентов напомню что субсидия это государственная помощь семьям с низкими доходами мы сейчас всю эту ситуацию будем детализировать хоть правила игры и не изменились но я думаю что масса деталей существует которые интересуют как меня как ведущего так и думаю наши телезрители которые смогут звонить нам сегодня в студию и задавать вам свои вопросы давайте математике перейдем как рассчитать кому положено кому не положено субсидии какие выплаты не учитываются в совокупном доходе семьи что такое субсидия вот как она определяется субсидия это право на назначение субсидий имеет та семья установленный процент совокупного дохода который не превышает стоимости оплаты коммунальных услуг я приведу простой пример для того чтобы как бы понять принцип назначения жилищной субсидии семья пенсионеров муж жена оба пенсионеры у мужа пенсия 2000 гривен у жены пенсия 1000 гривен совокупный доход семье составляет 3000 гривен семья из нетрудоспособных имеет право на назначение субсидий 10 процентов 10 процентов от трех тысяч это составляет 300 гривен к примеру оплата стоимости коммунальных услуг семьи за прошлый период была 700 гривен так вот 700 гривен мест минус 300 гривен доход и получается 400 гривен это размер жилищной субсидии то есть семья на протяжении всего назначения срока субсидии будет оплачивать жилищную субсидию она будет разбита пропорционально в пределах 300 гривен а 400 гривен это компенсирует государство совершенно верно то есть аналогичные расчеты и других семей то есть берется все доходы я привела простой пример то есть только там где пенсия так же само считается и там те семьи где есть и трудоспособные члены семьи то есть полностью все высчитываются доходы определяется процент какой он получается 10-15 процентов и это сумма смотрим мы на то что превышает не превышает если бы конечно превышала доход допустим оплачивать коммунальные услуги 700 гривен а совокупный доход семьи 800 то есть это уже субсидия конечно нулевая какие выплаты не учитываются совокупном доходе семьи также как и в прошлых периодах не учитываются одноразовые выплаты то есть и выплаты которые носят единовременный характер это какие-либо материальная помощь которая написана что она одноразовая это одноразовое пособие которые получают семьи за рождение ребенка но и другие выплаты которые носят только одноразовый характер не изменился ли список необходимых документов которые нужно предоставлять список документов не изменился также как и в прошлом году семьи которые состоят из нетрудоспособных граждан то есть пенсионеры предоставляют заявление и декларацию семьи где есть трудоспособные члены семьи предоставляют заявление декларацию и справки о доходах за предыдущие шесть месяцев единственное хочу обратить внимание телезрителей на то что изменилась бланки заявлений и декларации для назначения жилищной субсидии то есть обратите внимание может возможно у кого-то дома остались прошлогодние бланки они в этом году поменялись это они утверждаются министерством социальной политики украины то есть новые бланки можно будет взять в районных управлениях труда и социальной защиты населения и уже на основании новых бланков заявления и декларации в этом году будут рассматриваться вопросы назначения жилищной субсидии рисковать на старых бланках если они есть писать не стоит потому что придется переделывать да совершенно верно и семья будет надеяться о том что субсидия будет назначаться но к сожалению заявление это рассматриваться не будет могут люди уже сейчас как я сказал за месяц и до начала топительного сезона приходите и начинать оформление субсидии да уже сейчас семьи обращаются в управление труда и социальной защиты населения заявлениями декларациями для оформления жилищных субсидий единственное они пишут пометочку что будет назначена с отопительного сезона то есть с октября месяца то есть как бы субсидий не сентября поскольку как бы по действующему законодательству субсидия назначается с месяца обращения но учитывая то что ну невозможно будет принять все семьи как бы скажем за один месяц поэтому уже предварительно если есть возможность пожалуйста можно обращаться и сдавать документы для назначения субсидий анжела васильна будет ли в этом году продолжена практика которая была письме изменяет память в позапрошлом году отправки писем с образцами необходимых документов заявлением декларации да или нет или возможно для отдельных категорий эта практика и и уже не было и в прошлом году и этой практике не будет и в этом году то есть владелец жилья дома квартиры должен лично обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации и предоставить заявление и декларацию единственное что возможно вот если те граждане которые по состоянию здоровья не в состоянии передвигаться тяжело которые как говорят вот только ходит в пределах дома квартиры возможно взять бланки возможно кто-то из родственников там или просто соседи взять бланки нового образца в управлениях труда заполнить их дома и по почте отправить в адрес управления труда и социальной защиты населения заявление как было раньше с образцами там еще либо в этом году тоже не будет практиковаться какие чаще всего из практики люди допускают ошибки при заполнении документов знаете ошибки разного характера вот иногда по почте тот кто отправляет иногда даже забывает поставить подпись ошибки во фара когда заполняются данные паспорта очень к сожалению это грубая ошибка когда ошибки допускаются при заполнении идентификационного кода то есть поскольку сейчас вот семьи предоставляют только заявление и декларацию а остальной обмен информации он идет электронном управление труда запрашивают данные в жилищно коммунальных предприятиях поэтому очень важно заполнение этих всех данных также иногда забывается проставить доходы членов семьи либо заполняет допустим заявитель до мать забыла проставить о том что в составе семьи есть сын а у него во владении автомобиль то есть тоже как бы ну вот то имущество которое есть у членов семьи тоже забывают проставлять есть телефонный звонок не подсказываю давайте послушаем нашего первого дозвонившегося вечер добрый вам приветствую мы слушаем ваш вопрос вы будете представьте пожалуйста да меня зовут татьяна атомина я жительница города дом году и по запросам пользовалась субсидии у меня такой интерес когда мы берем справки о зарплате нам начисляют ну будем грязную зарплату а оплата за субсидии идет с чистого лица то бишь ну то сумма которую мы получаем на руки она идет меньше получается мы платим субсидию денег которые получили чисто уже со всеми высчитанных зарплаты понятно где анатольевна спасибо за ваш звонок сейчас попытаемся ответить на ваш вопрос вы знаете каждый год наверное как только идет период оформления жилищных субсидий постоянно задается этот вопрос но к сожалению с девяносто пятого года как только существует вот создали службы субсидий и порядок назначения субсидий так и не меняется то есть для назначения субсидий берется доход который начислен не тот что к выплате к сожалению возможно конечно к начать только начислены то есть не та меньшая сумма которые работающие граждане получают уже конечно на руки но к сожалению здесь не зависит и не от меня лично нет городского совета не от управления труда вот таков порядок который утвержден постановлением кабинета министров и в доходы берутся только начисленные выплаты по заработной плате спасибо за звонок еще раз спасибо за ответ отжила васильна следующий мой вопрос перекликается с моим предыдущим кто может вместо престарелого человека либо человеку который ограничен своих возможностях передвижения оформить субсидию ну вот действующая законодательство пока вот определяет так что за субсидии обращается лично заявитель властных житла квартиры буденка поэтому как бы не предусматривает ну естественно конечно можно по официально заверенной доверенности но это конечно очень стоит каких-то дополнительных затрат семьи для того чтобы оформить это нотариально естественно те у кого есть нотариально оформленные доверенности они имеют полное право обратиться также у нас есть такая категория граждан одиноких которые обслуживают территориальные центры они заполняют помогают и сами предоставляют уже в управление труда документы ну а вот как бы выход из сложившейся ситуации вот тут кто не может дойти это только заполнить дома заявление и декларацию и отправить по почте сколько человек уже обратилась в этот период времени и какое число макеевчан воспользовались с такой услугой как субсидия в прошлом году сейчас вот понимаете еще как бы набираем и обороты в целом по городу макеевки но более ста семей уже обратилась за назначением субсидий на отопительный период двенадцатого тринадцатого году а в прошлом году двадцать тысяч шестьсот семей по городу макеевки и мире имели право на назначение получали жилищные субсидии ну сам сама по себе арифметика показывает что в самое ближайшее время у вас будет достаточно серьезно наплыв людей в управления туда социальной защиты справятся районное управление с таким настоящее время районные управления труда и социальной защиты населения работают ежедневно с понедельника по пятницу с 8 до 17 00 без обеденного перерыва а с 1 октября для удобства работающих граждан управление труда будут работать в субботу с 8 до 14 00 то есть если кто-то не обязательно даже если кто-то работает возможно тот кто и не работает он тоже может обратиться и по субботам то есть как бы дополнительный ну а уж если не будем скажем так справляться тогда возможно будут введены еще дополнительные либо часы то есть будем до 18 скажем так 00 либо возможно тогда еще и воскресенье но у нас существует в прошлом году дополнительные даже статные единицы вводили до или это было позапрошлом это было позапрошлом году до возможность есть во всех районных управлениях труда работают телефоны горячих линий то есть если есть у кого-то какие-то более конкретные вопросы которые сложились в каждой семье по назначению субсидий можно будет обратиться на эти телефонные линии они будут опубликованы в средствах массовой информации и по этим телефонным линиям возможно предварительная запись на прием на сдачу документов для назначения субсидий то есть позвонив по телефону вам скажут дату время когда можно прийти и сдать заявление декларацию ну и соответственно какие там же для прямо чтобы упорядочить ситуацию не возникали очереди да да стараемся да это практика для того чтобы упорядочить поскольку понимаете вот субсидии это субсидии еще но также идут и семьи с детьми которые и рождаются и дети и назначаются пособия одинокой матери и принимаются шахтеры понимаете его для того чтобы действительно разгрузить вот эту очередность поэтому введена вот такая возможность предварительной записи ну давайте будем конкретизировать теперь все эти прецеденты которые могут быть связаны с оформлением субсидий первый самый главный вопрос который интересует наверное людей есть ли у человека или в семье да есть задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги имеет ли он право на субсидию или для него это табу семьи у которых имеется задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги имеют полное право на назначение жилищной субсидии то есть никакого табу на таких же основаниях также то есть если это семьи из нетрудоспособных это 10 процентов семьи с трудоспособными членами семьи это 15 процентов здесь не надо как было раньше предоставление каких-либо договоров на погашение этой образовавшейся задолженности или какой-то предварительной оплаты такие обычные условия то есть сейчас службы которые назначают субсидию как бы скажем так не обращают внимание на наличие задолженности вне зависимости от цифр это независимости от цифр этой задолженности что будет случае если гражданин скрыл или сознательно предоставил в декларации недостоверную информацию о собственных доходах и имущественном состоянии но тем самым оказался в числе тех соискателей которые получили субсидии в случае скрытия доходов сумма излишне назначенной субсидии взыскивается то есть предоставляется производится расчет этой необоснованно скажем так назначенной субсидии и предоставляется на возмещение естественно если не принудительном порядке значит судебном порядке ну а если человек как бы ну возможно такие доказательства того что как бы но не сознательно там забыл какую-то эту компенсацию шахтер или еще что-то тогда просто человек пишет объяснить как бы пояснение того что он не умеренно скрыл этот какой-то доход делается обычный перерасчет то есть вот эта сумма которая не была учтена дохода при первоначальном назначении субсидии она перерасчитывается добавляется скажем так уменьшается тогда размер субсидии и у человека остается право получать субсидии но уже немножко дополнительных штрафных санкций не усматривали этом не предусматривается люди могут рисковать да но получается наверное так ясно как часто люди представляют неверные сведения о своем имущественном положении но нельзя сказать что это носит массовый характер но тем не менее просто вот когда идет сейчас массовый так скажем прием документов потом начинается обработка этих документов и управление труда и социальной защиты населения делает запросы и в бты и и мрэо и в земельные управление земельных ресурсов и когда приходит информация о том что действительно есть какое-то либо жилье во владении там членов семьи или автомобилей вот тогда есть но тоже понимаете не принимаются к сразу жесткие меры естественно приглашается заявитель начинаются беседы устанавливают почему вы не указали то есть в каждом конкретном случае решаем эти вопросы ну все-таки из практики больше вот намеренных случаев скажем так скрыть свои доходы или все-таки не преднамерен больше не преднамерен хорошо будет ли продолжена еще одна практика которая была поправите меня в какое время начата походов сотрудников управления труда социальной защиты населения по квартирам целью выявления до того материального положения коем обладает тот или иной гражданин который собирается получать субсидию или уже и получает знаете эта практика существует давно и больше всего она касается тех семей которые обращаются с заявлениями на комиссию то есть социальный инспектор приходит в те семьи где вот как бы сложились те обстоятельства которые не позволяют назначить субсидию на общих основаниях то есть это либо вопросы назначения субсидии на общую площадь либо это назначение субсидии не владельцу жилья то есть обращается мать владельцем квартиры допустим является сын либо квартира приобретена не менее меньше года скажем так то есть те пункты которые ну как бы на общих основаниях не нас не назначается семье субсидия но учитывая что в семье как-то ну вот ну вот а каждая семья там каждый возможны вот эти все варианты и вот для того чтобы комиссии принять правильное решение то есть либо назначить либо отказать в жилищной субсидии надо выходит социальный инспектор для чего он выходит он выходит для того чтобы составить акт материального материально бытовых условий проживания семьи и на основании уже этих выводов дано право социальному инспектору сделать вывод о том что нуждается семья назначение субсидии либо не нуждается и основываясь на акте социального инспектора принимает комиссия решения назначение или в отказе в назначении субсидии то есть повального характера это носить не будет до в прошлом году вы сказали более 20 тысяч семей имели до субсидии значит 20 тысяч квартир и домов вам пришлось посетить нет не значит потому что вы знаете во всех районах в управлениях труда это всего одна единица которая но просто физически невозможно преда как бы посетить им все семьи которые обращаются на за назначением но в каких-то понимаете вот на комиссии обязательно должен посетить социальный инспектор или либо документы у специалиста вызвали какой-то сомнительный характер то есть допустим справочка заработной плате где указана там заработная плата меньше установленного размера минимального то есть либо еще какие-то информации и вот инспектор который принимает назначение специалист который принимает документы и вызваны какие-то сомнения туда вправе прийти социальный инспектор ну а конечно семьям как бы рекомендуется впустить в дом для того чтобы как бы он не приходит для того чтобы отказать семье в назначении субсидий а для того чтобы можно было понять какие же в семье сложились обстоятельства и почему семья скажем так настаивает на назначение жилищной субсидии спасибо мы продолжим эту тему после того пообщаемся с нашим телезрителем есть телефонный звонок вечер добрый вам ваш вопрос мы слушаем и при этом пожалуйста здравствуйте я говорите представьтесь скажите пожалуйста справка с горгаза будет требоваться в этом году для частного сектора спасибо вам но не совсем понятен ваши вопросы какая справка с горгаза для частного сектора к сожалению уже не отношу сейчас вот понимаете для назначения субсидий принимается заявление и декларация остальные документы запрашиваются в электронном обмене поэтому если у вас возникнет вопрос будьте добры пожалуйста если у вас там что-то конкретно какие-то справочки может какие-то были задолженности либо я просто не совсем поняла в чем заключается какая справочка для частного сектора будьте добры пожалуйста перезванивайте в районное управление труда социальной защиты населения вам ответят на ваш вопрос более подробно спасибо анжела сильно я напомню нашим телезрителям что сегодня гость нашей студии начальника дела труда и социальной защиты население макеевского городского совета анжела турчина жила сильно если можно короткое в продолжение той темы до телефонного звонка которую мы с вами затронули затем уже ответим на вопрос нашего телезрителя есть уже звонок а если приходит социальный Инспектор смотрит жилье конкретного человека, соискателя, на получение субсидий. Но он обнаруживает, да, у него какие-то там материальные блага. Эти материальные блага, к примеру, были подарены его детьми. А у человека остается такая же низкая там пенсия, которая позволяет ему быть соискателем. Это проблема? Это как бы решение, вернее вопросы для решения комиссии. Вот социальный инспектор, что он пришел, что увидел в семье, он все это записал в акте. Заявитель присутствует, когда приходит социальный инспектор, он ознакомливается с этим актом. И вот тогда уже эти все вопросы, то есть то, что он увидел там, подаренные, не подаренные эти вещи, все социальный инспектор доводит к членам комиссии. И уже комиссия... Но уже нагласно не определит, подарены или куплены. Ну, наверное, если пообщается только с заявителем, правильно, если он увидит, что там какой-то новый телевизор, либо еще что-то, там какой-то холодильник. Поэтому на решение пока в настоящее время вот нет какой-то, знаете, конкретной методики или оценки вот имущества. Пока вот только и оговаривается это в нормативных документах, что на решение социального инспектора, который потом все это выносит на решение комиссии. Есть уже, возможно, может быть, даже в интернетах кто-то видел уже законопроекты о том, что в дальнейшем планируется вот создание вот таких уже оценки, скажем так, каких-то коэффициентов оценки имущества, которые потом будут влиять на размеры назначения и субсидий, и пособий семьям с детьми. Но это пока только законопроекты. В этом году субсидия назначается также по тем же правилам, как и в прошлом году. Поэтому пока не стоит людям, срочных соседям, выносить телевизоры и холодильники, чтобы убедить социального инспектора. Добрый вечер, слушаем вас, представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Да, мы вас слышим, представьтесь, пожалуйста. Алексеев Николай, Советский район. У меня такой к вам вопрос. Мы в том году оформляли субсидию, выдали нам этот бланк, там как или памятка она называется, там указано, допустим, вот намотать должен я 250 кубов, за это я заплачу столько-то газа. А мы намотали меньше, а сумма стоит всего за 250 кубов, сразу сумма стоит. Я сам, как человек грамотный, посчитал, высчитал, сколько стоит куб, и заплатил за то, что намотал, меньше. Ну, время проходит, вызывает мне в райисполком, и говорят, у вас недоплата. Я говорю, в чем дело? Вот я им объяснил, как я все сделал, говорят, нет, вы либо должны платить полностью, вот наматывать 250, как показано, и платить эту сумму, либо платить, как все, обычную сумму, ну, без льгот, без субсидии. А потом вам пересчитают и вернут. Николай, на всякий случай не уходите пока из эфира, понятен вопрос, Анжелина Васильевна. Да, совершенно верно, понимаете, вот, Николай, правильно вам объяснили, вот, я думаю, что вы обращались в Советское управление труда и социальной защиты населения, то есть то, что при назначении субсидий семьям выдается уведомление, где расписана сумма и указано то количество кубов, которое производится оплата, то есть написана сумма, и эти кубы, как вы говорите, вы их, допустим, то ли использовали, то ли не использовали. И оплатить, вот, как бы вы, как поспешили, скажем так, оплатить и сами просчитали меньше, то есть действительно вы оплачиваете то, что написано в уведомлении, а потом в вашей семье делается перерасчет. По фактически, за фактически, вами использованы жилищно-коммунальные услуги. Но, к сожалению, другого пока на сегодняшний день нет. Спасибо за звонок, Николай, спасибо за ответ, Анжела Васильевна. Следующий вопрос. Скажите, имеет ли право на субсидию семья, если кто-то из ее членов трудоустроен, но зарплату по объективным причинам не получает за какой-то период времени? Значит, семья, вот, которой есть член трудоспособный, член семьи, который работает и не получает заработную плату, но ему идет начисление, он официально оформлен, имеет право на назначение жилищной субсидии, поскольку этот человек предоставит нам свое начисление с заработной платы, то есть будет справочка о его доходах. Понятно, что есть, возможно, предприятия, у которых существует задолженность по выплате заработной платы, то есть он в любом случае получит свои доходы, но эта семья имеет право на назначение субсидии. Но если есть в семьях трудоспособное лицо, которое не работает и которое не получает заработную плату или какие-либо другие виды доходов, вот эти семьи право на назначение жилищной субсидии не имеют. И это правило также существует вот так же давно, как и существуют жилищные субсидии. То есть есть семьи, где есть трудоспособные лица, не работают, семья не имеет право на назначение субсидии. А в том вопросе, который задали вы, что если начисление человека оформлено, но, возможно, какой-то период не получает заработную плату, субсидия, конечно, этой семье назначается. Влияет ли на размер субсидий количество членов семьи? Ведь, смотрите, при совокупном доходе двух работающих людей и двух работающих, но при этом имеющих двух детей, несовершеннолетних, это разные немножко ситуации. Вот эти параметры каким-то образом учитываются? Учитываются. Вот как я хочу объяснить, на каком, скажем так, возможно, примере или сделать как бы акцент. Те семьи, у которых в составе семьи есть несовершеннолетние дети, которые обращаются за назначением жилищной субсидии. Вот как бы трудоспособная семья, они имеют право на 15% от своего совокупного дохода. Но с января текущего года введены изменения таким семьям. Если есть несовершеннолетние дети и среднемесячный доход этой семьи не превышает на одного человека прожиточного минимума, этой семье назначается 10% от совокупного дохода. То есть, скажем так, мама работает или папа, вернее, работает, мама, возможно, осуществляет уход за ребенком до 3 лет, двое несовершеннолетних или трое несовершеннолетних детей, вот их доходы делятся на количество человек, дети несовершеннолетние. И если этот средний размер не превышает прожиточный минимум, он с октября месяца будет составлять 864 гривны. Эта семья будет иметь право на назначение субсидий в размере 10% от совокупного дохода. Если он будет превышать, значит 15%. Спасибо, есть телефонный звонок, вечер добрый вам, внимательным образом слушаем и представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рассказываю, Владимир, я оформляю субсидию. Сначала, когда дочка родила первого, ей выдавали от трудовых доходов за полгода, а теперь она родила второго, а ей стали только платить сентября месяца. А где мне еще 5 месяцев брать? Давайте еще попробуем уточнить вопрос. А что получала и какой период получения какого пособия на первого ребенка? Она получала по 100 с чем-то. По 100 с чем-то. А ребенку уже исполнилось 3 года? Да, а теперь она родила второго. А теперь она родила второго. Да. А ей сейчас только сентября месяца стали платить. Но она получала, возможно, еще и пособие по беременности и родам. А я же не знаю. Она сказала, что с сентября начали. Значит, вы с этими документами обращаетесь, указываете, что это ваша дочь получает пособие уже на второго ребенка. Эти все сведения о назначении, о получении пособий есть в управлениях труда. И поэтому, если там будет что неполные доходы, значит, это будет рассмотрено на заседании комиссии. Вам подскажут тогда написать заявление на комиссию. То есть здесь как бы, ну, не ее вина. Она все это время находилась в декретном отпуске. То есть получала и пособие по беременности и родам. И я думаю, что комиссия рассмотрит положительно. А если там будут учтены все доходы и пособия по беременности, ну, здесь нужно посмотреть, какие выплаты. Потому что так конкретно... Ну, выход один обратится по месту жительства в районное управление. Естественно, да. То есть здесь либо, если там по доходам будет получаться все правильно, субсидия будет назначаться без решения комиссии. Ну, а если вот, скажем так, конкретный случай, что человек не какой-то, скажем так, безуважительной причины не работал. А человек был по беременности и родам. Да, да, давал новую жизнь. Поэтому я думаю, что обратившись на комиссию, будет ваш решен вопрос положительно. Спасибо за ваш вопрос. Анжела Васильевна, насколько правда та информация, что если жилье приобретено менее года назад, то какие бы ни были доходы, какие ни была бы ваша материальная ситуация, субсидия вам не будет положена? Да. Действующее законодательство говорит о том, что если семья обращается и у них жилье, которое не прошло еще года, не имеет, не назначается субсидия, поскольку вот такое обстоятельство. Но опять же мы возвращаемся к нашим комиссиям. Что если будут какие-то конкретные обстоятельства и которые семья сможет объяснить на комиссии, то комиссия пойдет навстречу и вопрос о назначении субсидий в этом случае решается уже по решению комиссии, которые работают у нас при каждой райадминистрации. Такие комиссии. Пять районных администраций в каждом районе у нас работают такие комиссии. Анжела Васильевна, я боюсь, что вы, наверное, уже ответили на этот вопрос, но я все-таки его задам. Решение о назначении субсидий, я цитирую, все же может быть принято в порядке исключения. Что субсидий означает? Это есть вот эти сами комиссии? Это вот эти есть комиссии. И вот видите, вот как обратился звонок был у нас, заявитель, что вот дочь не работала, где мне взять еще доходы. Вот ну как бы доходы понятно, что и так очень много. Вот сколько семей, столько вот возможно всякие ситуации, которые складываются в каждой семье. Вот это и как бы является для комиссии какое-то вот сложившиеся конкретные обстоятельства. Но все это рассматривают комиссии. То есть получается алгоритм такой, не всегда вот все эти общие правила, которые прописаны, если человек подумал о том, что скорее всего он не вписывается в эти параметры, это не означает, что он должен сложить руки, не действуя дальше, не пробовать все-таки добиться этой субсидии. Конечно, конечно. Каждая семья имеет право обратиться для назначения субсидий в комиссию и описать в заявлении те обстоятельства, которые сложились у него в семье. Учитывается ли при предоставлении субсидий размер помещения, площадь квартиры? Да, субсидия назначается на санитарную норму. Это 21 квадрат и 10,5 на семью, то есть 31,5 квадрат. Но опять же по решению комиссии субсидия может назначаться на общую площадь. Опять же, это мы возвращаемся к тому, что такие вопросы в назначении субсидий решаются на районных комиссиях. Форма собственности какое-либо отношение имеет к вопросу получения субсидий? Нет, не имеет никакого отношения. То ли это квартира государственная, то ли это квартира приватизированная. Форма собственности на назначение субсидий не влияет. Вот сейчас интересный вопрос, особенно в Макеевке, когда есть вопросы по водоканалу, по водопоставляющим компаниям, с переносами различного рода приборов учета, в народе называемых счетчиками. Влияет ли на возможность получения субсидий отсутствие, временное тем более отсутствие какого-либо из приборов учета? Вы знаете, здесь уже идет, влияет оно на сам расчет субсидий, скажем так. Если там установлен счетчик, допустим, на газ, не установлен на воду, то при методике исчисления субсидий по счетчику берутся показания, допустим, по газу, ну а уже по воде, допустим, если нет этого счетчика, берутся, ну как бы, те нормы, которые... Да, нормы потребления. Вот только вот в этом плане влияет для назначения субсидий. Ну, а так это загвоздка для именно получения непосредственно самой льготы, да, не должно быть для человека, да? Нет, конечно, нет, конечно. Назначили субсидию в период ее получения, да, в течение каких-то шести месяцев, там где-то в середине, да, пути, что называется, решили изменить тарифы. Как быть, что делать? Значит, в таких случаях жилищно-коммунальные предприятия в случае повышения тарифов предоставляют списки в Управление труда и социальной защиты населения для перерасчета субсидий. Обращу внимание, для перерасчета субсидий. То есть, как вот если мы с вами изначально вернемся к нашему примеру, да, вот что семье назначена субсидия 300 гривен. Вот как семьям назначено 300 гривен, вот так они и оплачивают в течение всего периода получения субсидии. То есть, в пределах 300 гривен. А уже субсидия, то есть, с увеличением тарифа, государство доплачивает размер субсидии. Это делается все автоматически, без заявлений семей по спискам, еще раз повторюсь, по спискам предприятий, которые предоставляются, делается перерасчет и увеличивается размер субсидий. Семьи как платили свои 300 гривен, так они оплачивают до апреля месяца включительно. Все происходит автоматически. Людям ничего не нужно дозаполнять, дописывать, доносить. Ничего не нужно. Увеличивается размер субсидий. То есть, здесь идет расчет между управлениями труда и социальной защитой населения и жилищно-коммунальными предприятиями. Анжела Васильевна, еще до эфира был один звонок от нашего телезрителя. Я его задам, процитирую. Спрашивала Вера Петровна. Она живет, она пенсионер, есть у нее сын. Вернее сказать, я не до конца цитирую. Она сказала это немножко грубее. Он ведет асоциальный образ жизни, соответственно, нигде не работает, никаких доходов у него нет. Но он прописан с ней в одной квартире. Имеет ли она право на получение субсидий? Или вот этот сын асоциальный, как я выразился, станет для этого препятствием? Конечно, станет препятствием. Но такие вопросы, опять же, будут рассмотрены только по решению комиссии. То есть, в этой семье выйдет социальный инспектор, обследует материально-бытовые условия, в которые проживает семья. И этот вопрос будет вынесен только на решение комиссии. То есть, есть вариант, есть возможность получения назначения жилищной субсидии. Скажите, пожалуйста, что касается справок о доходах и справок о том, что человек может иметь задолженность по заработной плате. Но мы в мире в таком живем, что у нас иногда что-то могут написать не так, в том числе умышленно. Насколько, скажем так, серьезно прорабатываются все документы и в каких инстанциях они проверяют стороны органов труда и социальной защиты, для того, чтобы выяснить, насколько это правда и неправда? Ну, путем обмена информацией. Это делаются запросы. Если вызвали какие-то сомнения в справочке, я говорила уже о том, что если там указан размер заработной платы, то есть, почему он меньше, возможно, это подтверждение, скажем, тому, что человек работает на 0,5 ставки. Правильно? То есть, выходит, опять же, социальный инспектор, дано ему право посещать и предприятия, которые выдали справку о начисленной заработной плате и составляет соответствующий акт. Подтверждается, не подтверждается. То есть, он проверяет ведомости начисления или смотрит приказы о приеме на работу. То есть, если видно о том, что человек принял на работу на 0,5 ставки, поэтому заработная плата у него меньше установленного минимального размера, то здесь как бы подтверждается все, продолжает, означается субсидия. Если не подтверждается, тогда уже идет процесс работы управления труда с теми предприятиями, которые выдали эту справочку. То есть, если она выдана незаконно, необоснованно, естественно, приостанавливается назначение субсидий, проходят все вот эти разбирательства, почему, как. То есть, ну и, естественно, спорные вопросы решаются только в судебном порядке. Подобные прецеденты нечасты? Нечасты. Нечасты. За практику вот как-то, ну, единичные, скажем так, случаи. Ну, вот в каких случаях еще, возможно, мы об этом не говорили сегодня в нашем эфире, может быть приостановлено предоставление субсидий человеку? Еще раз повторюсь, что субсидия не назначается тем семьям, где есть трудоспособные лица, которые не работают по уважительным причинам. Субсидий не назначается, если есть во владении членов семьи два и более жилья, два и более автомобилей. Но, опять же, автомобили, если они, которым уже срок эксплуатации более 10 лет, конечно, это тоже назначается. Которые тяжело назвать уже автомобилями. Да, которые тяжело назвать автомобилями. Если новые автомобили, конечно, тоже здесь уже не назначаются. Не назначаются, если менее года прошло с момента приобретения квартиры. Ну, вот такие все случаи. Но, опять же, повторяюсь, в конкретно сложившихся обстоятельствах семьи все вопросы рассматриваются на заседании комиссии. То есть у семьи, скажем так, есть шанс. Вот если доказать те конкретные обстоятельства, вот почему они так сложились, то, возможно, комиссия пойдет навстречу, скажем так, и назначит субсидию на отопительный период. Еще один вопрос. Екатерина Андреевна Мезус спрашивает. Это тоже был звонок до эфира. Какие категории граждан, согласно закону, имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг? Вы знаете, на сегодняшний день это большая категория граждан, которые имеют право на оплату коммунальных услуг на льготных основаниях. То есть это и участники ликвидации аварии на ЧАЭС, это и ветераны войны, то есть это участники войны, участники боевых действий, инвалиды войны, это многодетные семьи, это пенсионеры, которые ушли, бывшие работники МВД. То есть у каждого есть на руках соответствующий документ о праве на какой-либо процент льготы. Кто-то имеет на 50% льготы, кто-то 75%, кто-то 100%. Все уже, вы знаете, раньше каждый льготник должен был ежегодно ходить по коммунальным предприятиям, предоставлять, подтверждать, что вот они мои льготы. Сейчас уже ушли мы от этой практики. Сейчас вот электронный обмен информации между управлениями труда и коммунальными предприятиями позволяет без схождения ежегодных подтверждений осуществлять обмен и подтверждать, что действительно имеется на это право. То есть льготы никто не отменял. Как они были назначены по действующим законодательствам, так они и остаются. Что, скажем так, новое в назначении льгот, это касается получения компенсации шахтеров, которые пользуются таким правом на основании статьи 43 Горного закона, которые ежемесячно до 25 числа приходят в управление труда и предоставляют копии квитанций об оплате за услуги газ, электроэнергия и услуги теплосети. То буквально на днях вышло постановление Кабинета министров, которое теперь позволяет человеку обратиться один раз, скажем так, в полгода. Не ежемесячно, а ежемесячно оплачивать, только не так, что оплатил одной суммой, а ежемесячно оплачивать свои услуги. И предоставлять их можно один раз в год, можно раз в три месяца. То есть весь пакет этих квитанций, да? Весь пакет этих квитанций. Еще раз повторяю, что не единой суммой, а обязательно с ежемесячной оплатой. Но у кого нет возможности ходить и, может быть, действительно сейчас это большая категория льготная граждан, которые и в очередях... Чем-то более шахтеры, это профессия достаточно такая опасная. Да, то теперь есть такая возможность, скажем так, допустим, обратиться уже в декабре месяце и приставить квитанции, допустим, за ноябрь, октябрь, сентябрь и получить компенсацию за вот эти месяца. Если есть желание, это не освобождает, конечно, пожалуйста, ежемесячно можно приносить эти квитанции. Все, как и было раньше. Но не более чем за шесть месяцев. Но еще раз повторяюсь, оплата должна проводиться ежемесячно. Ну а так действует прежнее законодательство по предоставлению льгот. Особо новшеств не происходило. То есть льготы возмещаются, предоставляются. Поэтому большое спасибо, Анжела Васильевна, что вы были сегодня гостью в нашей студии. Спасибо, что ответили на вопросы, как мои, так и на вопросы наших телезрителей. Я надеюсь, что теперь у многих из них появилось больше ответов на те вопросы, которые они задавали себе. И, соответственно, проблем управления труда социальной защитой при оформлении субсидий будет меньше. Вам удачи. Спасибо. Напоминаю, что сегодня гостем ток-шоу «С глазу на глаз» была Анжела Турчина, начальник отдела труда социальной защиты населения Макеевского городского совета. Говорили мы о том, как правильно оформить субсидиум, ну и, соответственно, как сэкономить на своем семейном бюджете в плане оплаты от жилищно-коммунальных услуг. Пользуйтесь, если у вас на то есть право этими услугами, этими субсидиями. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам, несмотря ни на что, верить в лучшее. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова